Многие известные личности часто скрывают тот факт, что в погоне за идеальной внешностью обращаются к пластическим хирургам. Своим поклонникам они рассказывают про прекрасные гены, каждодневную работу над собой, куда непременно входит правильный рацион и изнурительные тренировки. Сестра Жанны Фриске ненамеренно лукавит. Она признается, что добиться тела мечты ей помогло хирургическое вмешательство. Несколько лет назад Наталья Фриске поправилась на почве стрессов, но недавно она занялась фигурой, активно посещала спортзал и сбалансированно питалась. Благодаря собственным стараниям похудела на 10 килограммов и стала весить 67. Но как бы не изматывала себя тренировками, небольшой жирок внизу живота никак не уходил. На самом деле, эта семейная особенность, призналась стархиту Наталья. У Жанны было похожее строение фигуры. Даже когда я была худой, постоянно ходила в одежде на размер больше, чтобы скрыть припухлость. Не раз задумывалась о пластике, изучала информацию, связанную с липосакцией и подыскивала клинику. Но окончательные решения приняла в этом году. Во-первых, захотела довести тело до совершенства. А во-вторых, певец Саша Попов рассказал о замечательном враче Владимире Кассинцее, а также показал результат его работы, свой стальной пресс. Фриске отправилась на консультацию к доктору. Наташа задавала много вопросов и очень боялась. Однако хирург успокоил, объяснив, что удаление излишков жира – это лишь небольшая коррекция фигуры. Цена липосакции и начинается от 30 тысяч рублей. Владимир сразу предупредил, что идеальное состояние нужно будет поддерживать, продолжает Наташа. И если продолжать есть булочки и не держать себя в форме, все вернется. Операция прошла в июле, длилась полтора часа под общим наркозом. Мне сделали микропроколы и откачали жировую клетчатку. Уже на следующий день отправили домой, чувствовала себя прекрасно. Оставалось только дождаться, когда сойдут отеки. На это ушло пять месяцев. Все это время поддерживал муж. Сереже нравится новая форма. Очень довольна, ощущаю себя увереннее и сексуальнее. Считаю нечестным рассказывать о каких-то чудо-диетах. Есть вещи, которые можно убрать только хирургическим путем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!